Международный женский день. Особенный день для подарков и сюрпризов в прекрасной половине человечества. А какой самый необычный подарок получали жительницы Уфы? И какой он? Идеальный подарок на 8 марта. Узнаем прямо сейчас. Погнали! Какой самый идеальный подарок на 8 марта для женщины? Ну, наверное, цветы. Наверное, цветочки. Хотя из опыта, мне кажется, на 8 марта тюльпаны. Тюльпаны. А, белые. У меня красные. А если кто? Розы любит. Кто розы? Останется без подарка, правильно? Правильно. Вот так вот. Ну, сколько она знакома, опять же? Я как бы не сильно с ней близко знаком, но мы с ней уже 10 лет женаты. Вот что можно подарить такого? Не то, что сложно угодить, а скорее не видно смысла. Дискурс подарков на гендерные праздники, прости господи, очень сильно набит. Подариться и точки, там, вот это вот все, с одной стороны. И вливаться в эту, прости господи, пошлость неохота. Это нецензурно. Ну, все, ну, все, ну, завуалирую. Хороший поцелуй. Хороший поцелуй, вот так ограничимся этим. Медицинское обследование полностью с МРТ и СМРА. Наверное, подойдут всякие шампуни, крабы для лица. Можно купить сертификат на 1050, желательно. Если любит по-настоящему, уж и найдет, правильно? Я шоколад, как не так? Шоколад – это самый стандартный, шикарный подарок. Некоторые мои подружки вещ-лист пишут. 7-10 позиций может выбрать. Это дать ей отдохнуть, подарить ей цветы, накрыть ей стол и уйти. И не мешать ей отдыхать. Ой, не мешать. Выспаться. Выспаться? Да. То вы просыпаетесь, а сейчас не восьмое, а девятое или десятое. Да, чтоб я выспалась. Лучший подарок. Лучший подарок, да. Бриллианты? Потому что женщинам положено дарить бриллианты и золото. Последние разы вот, что мне подарил. Ох ты. И сережки такие же. Мне кажется, хорошее настроение. Вот если мужчина просто вас, допустим, ну, рассмешит с утра, вам больше, в принципе, можно ничего не дарить. Ну, я вообще не принципиальный человек. То дарить ни в коем случае нельзя. Вот, опять же, неправильно подобранные духи очень могут так и чить человека. Подальше взрослой женщине, допустим, крем от морщин. Ну, это же будет оскорбление. Прожок с парашютом? Степлер. А были прецеденты у вас или какие-то? Ну, дорогие мужчины, не собирайте, пожалуйста, букет своими руками. Ванна при свечах. Мне бы это было скучно, потому что... Электричество уже изобрели давно, правильно? Многие там говорят, ножи нельзя дадить, часы нельзя дадить. Говорят, это краснование. А если часы с бриллиантами вдруг? А там уже подумаем. Часы, которые ты не носишь с бриллиантами. Ого! Чулочно-носочные изделия. Это лучше оставить на 23 число. Да. Правильно. Ну, наверное, бытовую утварь. Чего-нибудь из кухонных принадлежностей, наверное, это точно. А если вот фанатка сковородок? Я обожаю, я очень хочу много сковородок. Ой, я была бы рада. Серьезно? Да. Кастрюлю вот еще нормальную обновила я. Я вот только за прошлый выходной уже две тары купила. Я люблю готовить. Остать без внимания. Вообще без внимания. Без внимания, да. И без поцелуев, и без... Без всего. Без всего, да. Это неправильно. Это не на то, не на хуй. Если оказан знак внимания, надо принять ее, наверное, с благодарностью. Что для вас вообще 8 марта? Ну, что за день? Приятный день, чтобы в очередной раз напомнить девушке о том, что она очень значимая. Доказать свою любовь, да? Ну, это женский день, когда все мы должны отдыхать, женщины. У меня три дочери и жена. Для меня это очень особенный день, да. Для него это день трат. Когда женщинам в семье уделяется большое количество внимания. Там такое более старательное отношение. Футболки не просто в шорте по дому. Ходя футболку наденете, и то хорошо. Ты не знаю. Праздник как праздник. Все девушки кажутся прекрасными, все улыбаются, все красивые. А 9 марта что происходит? А уже все превращается в тыкву. 8 марта видно, как женщина относится к мужчинам. То есть если мужчина благодарен женщине, то есть он подарки, значит он доволен этой женщиной. А если он, значит и женщина такая. Ну вот и все с Международным женским днем. Женщины, принимайте подарки. Мужчины, дарите подарки. А я пошел.